всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я расскажу вам о том что мне пригодилось из моих многочисленных сумок которые я паковала в роддом если помните упаковала я целый грузовик линк под этим видео я обязательно оставлю и в общем то сегодня буду рассказывать о тех вещах которые нам пригодились без которых мы не представляли наше нахождение в роддоме и также этих вещах которые нам совсем не пригодились так как мой беременный или уже может быть не знаю там родивший мозг еще не функционирует в полной мере то я записала в общем то все те предметы которые находились моих сумках пересмотрела свои видеоролики и перечислила эти предметы здесь занятках для того чтобы пройтись по каждому из них и для того чтобы не забыть ничего что-то может быть сильно уж важно перед тем как пройтись по своему списку вот о чем хочу еще вас спросить в силу того что под последними видеороликами очень много от вас комментариев ваших советов ваших историй ваших вопросов то скажите мне пожалуйста если смысл нам возвращать регулярно рубрику ответы на ваши комментарии где я зачитываю все ваши комменты и отвечаю вам на ваши вопросы и таким образом мы можем создавать наши с вами живое общение если да если вам это будет интересно поставьте лайк под этим видео не буду напрягать вас писать там словами под видеороликом в комментариях хотя если хотите можете написать интересно вам это или нет но в основном буду смотреть на лайки если лайков будет достаточно большое количество или но по крайней мере большее количество чем обычно то в ближайшую неделю я обязательно запишу видеоролик с ответами на ваши либо вопросы либо буду зачитывать самые самые такие интересные хорошие комментарии с вашими историями в общем думаю что если даже эту рубрику вернуть у нас получится очень классное общение когда мы сможем обсуждать с вами вот реальные ситуации которые происходят с нами сейчас с девочками которые планируют родить с девочками которые уже родили и в общем будем делиться нашим опытом буду отвечать вам на ваши вопросы и также надеюсь что и вы ответите мне на мои вопросы потому что такие уж точно будут у меня возникать ну да ладно с этим разберемся теперь давайте по сумкам в роддом список у меня достаточно объемные поэтому нужно будет быстро идти по по этому списку значит так первое с чего я начала вам показывать и рассказывать это такие ежедневные вещи как пакеты тапки полотенца и полотенца на кровать во-первых пакеты пригласть пригодились уж точно потому что одежду мы меняли были какие-то отходы которые в общем-то нужно было как-то утилизировать человеческим образом и собственно те пакетики которые я упаковала они точно нам пригодились тапки тапки также нам пригодились единственное что конечно же был был такой конфуз когда ты одеваешь например сланцы в душ потом ты из него выходишь малыш там что-то закряхтел у тебя нету той секундочки для того чтобы переодеть домашние тапочки и в общем-то половину времени я ходила в сланцах половину времени я ходила в домашних тапках единственное что действительно важно наверное иметь обе пары это когда ты выходишь из палаты потому что ты можешь пойти что-то спросить у акушерок ты можешь пойти не знаю там за кофе я ходила вниз в аптеку покупать малышу памперсы домой я также ходила оформлять свидетельство о рождении и поэтому в те моменты когда я выходила из палаты я одевала домашние тапки для того чтобы ну скажем так были была хотя бы одна пара вот этой обуви в которой я хожу исключительно только по палате вот с этой точки зрения обе пары мне пригодились уж точно полотенца полотенцами мы пользовались хотя бы были пару полотенец также от роддома ну не знаю может быть они в семейную частную палату кладут эти полотенца но по крайней мере у нас в ванной комнате эти полотенца были и так же я воспользовалась со своим полотенцем которые я планировала подстелить под простыню для того чтобы сильно не потеть и на самом деле была счастлива что я это сделала потому что в палате очень-очень жарко то есть температура поддерживается максимально комфортная для младенцев я думаю что градусов 25 там точно и поэтому нам было крайне жарко очень жарко если бы мне приходилось еще спать на простыне под которой вот именно это санитарный материал этот клеенчатый даже не знаю как его назвать то была бы катастрофа хотя жарко было в принципе и так так дальше комплект для родов также нам пригодился мы о нем на самом деле забыли и только перед тем как тужится мы о нем вспомнили я кушарке сказала что слушайте у нас еще есть комплект для родов может быть вам его дать она готова конечно давайте и тут она в общем-то модела на себя то ли там халат на самом деле я уже не помню что там было но появи по и появилось передо мной я какое-то огромное количество зеленых этих простынок операционных и в общем ими там кушарка орудовала поэтому комплект для родов нам также пригодился памперсы прокладки и одноразовое белье для мамы не пригодились мне прокладки совсем то есть вот эти большие прокладки которые специально для роддома и не пригодилось мне одноразовое белье вот я все дни которые я провела в роддоме я была в памперсах как я на самом деле уже и предполагала потому что ничто другое мне не было удобно и со всеми своими швами кровотечением извините за слишком много информации как обычно но в общем-то со всей этой красотой я понимала что я не могу одеть ни одно другое не белье не прокладки ничего и памперсы вот были мне исключительно удобны и то только с обезболивающими свечками которые мне давали раз в сутки в роддоме иначе было совсем совсем уж невозможно так малыш он аж давай я тебе тут подстилю подушечку чтобы тебе было удобно давай бери сосочку нет сосочку ты уже все засну для сосочки самые интересные предметы это микролакс и спрей для швов и для собственно случаев когда выступает геморрой всеми этими вещами я пользовалась абсолютно всеми и на самом деле более того скажу что без них я вообще своего восстановления после родового не представляю я уже также рассказывала в предыдущих видеороликах о том что и дома silver spray и bottom's up они мне пригодились и я докупала silver spray мне кажется не знаю банок наверное пять-шесть я израсходовала за весь свой после родовой период в шесть недель в основном из-за того что швы у меня как-то тяжело заживали вот и без вот этих спреев я вообще своей жизни не представляю ровно так же как и не представляю своей жизни без микролакса и потом уже без свечей глицериновых я их чередовала микролаксом пользовалась на самом деле меньше хочу он хоть он и такой посильнее почему просто потому что у меня начинается такое небольшое раздражение если регулярно пользоваться микролаксом а в свою очередь от свечек глицериновых вообще никаких проблем и собственно в туалет сходить очень легко и прекрасно получается что необходимо делать в послеродовом периоде ровно как и по маленькому нужно ходить для того чтобы матка быстрее сокращалась иначе если мочевой пузырь он постоянно у тебя полный и ты не ходишь в туалет то мат матки тяжелее сокращаться и вот эта рана которая от плаценты которая собственно и кровоточит она остается растянутой то есть она также не сокращается и поэтому не сокращается количество дней когда вы кровоточите следовательно все что связано с походами в туалет то есть это микролакс это глицериновые свечи это мои спреи и также портативная бедета которая помогала мне в уходе за швами то есть я могла сразу же подмываться это просто ну витально необходимые вещи по крайней мере для себя я не представляю вот этого периода без этих вещей вот так как например когда ты ходишь по маленькому жжение сильное сильное и поэтому тебе нужно вот этот вот этот поток водички который будет все это дело разбавлять облегчать и в принципе помогать содержать в общем-то весь твой бизнес там внизу чист в чистом гигиеническом виде поэтому обязательно девочки если у вас есть возможность приобретайте вот именно эти вещи и берите их с собой в роддом и пользуйтесь ими также после своих родов так дальше уход за лицом гигиеническом маски и сухой шампунь но здесь также буду говорить о всех наверное еще вещах которые мы брали с собой там включая гели для душа шампуни и так далее и так далее как я уже предполагала голову я не мыла не пользовалась шампунем и не пользовалась также сухим шампунем мне просто этого не понадобилось поэтому о волосах я в принципе не думала в роддоме дальше уход гигиенические маски и так далее масками я также не пользовалась теми которые тканевые маски просто потому что мне было неудобно мне было не до этого и я понимала что это слишком сложно но пользовалась я масками ночными у клиник есть ночная маска о которой я также рассказывала в своих видеороликах на тему ухода ее ты наносишь просто как ночной крем и вот этой маской я пользовалась также гигиенической я пользовалась потому что действительно воздух в роддоме очень 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 сухой вот ну а что касается остальных предметов туалета там дезодоранты гель для душа и так далее конечно же этими вещами я пользовалась так дальше бандажи и одежда бандажи свои на талию я тут же и сразу нацепила мне кажется два часа после родов мне было все равно что кто скажет или кто-то может быть будет возникать или нет но я понимала что я бандаж буду носить почему потому что после родов когда малыш уже вышел я встала и поняла что теперь вся эта красота у меня валится вперед и было ощущение что у меня органы просто там болтаются как-то бесконтрольно вот и было крайне неприятное даже немного болевое ощущение поэтому бандажи мне помогли я была счастлива что я купила именно вот этот тройной бандаж поэтому если вы еще свой не при мне не приобрели посмотрите в моем видеоролике про сумки в роддом отправляйтесь по ссылке в amazon и смело покупайте этот бандаж он очень комфортный очень удобный его на самом деле я носила еще минимум недели две после родов и стягивала свой живот вот сейчас ну живот у меня есть я им вообще не довольна хотя не могу сказать что он какой-то прям адический жуткий по крайней мере растяжек у меня нет лишней кожи такой вот прям чтобы она висела какими-то вот не знаю там слоями тоже нет вот но в принципе я не довольна животом просто потому что я привыкла к тому что вне беременности мой живот обычно очень плоский вот и поэтому для меня конечно сейчас тяжеловато и в одежде и и и в принципе как-то себя морально воспринимать но ладно об этом я расскажу потом когда буду говорить о моем весе кстати это очень интересная история с весом у нас тоже есть позитивная динамика и даже очень удивительная динамика но об этом в другом видеоролике дальше одежда одежда для себя я взяла слишком большое количество я на самом деле вторую пижаму то есть у меня их было две вторую пижаму я одела только в последний мне кажется день и то просто потому что я ее взяла ну чтобы было не обидно вот а так в принципе я находилась в основном в в темной в одной пижаме и одевала свои маечки топы для как кормления вот причем пока я собиралась забыла свои бюстгальтеры для грудного скармливания и в общем находилась в роддоме без своих бюстгальтеров поэтому обходилась только майками вот это как было жарко естественно верхние какие-то части одежды я не одевала за исключением тех моментов когда я выходила из палаты дальше ароматерапия это мне пригодилась сто процентов во первых потому что сухой воздух мы увлажняли и это спасало невероятно я была счастлива что я взяла эту маленькую лампочку ароматерапии также ночной цвет и ночничок который горел каждую ночь и до сих пор на самом деле он у меня горит в спальне каждую ночь и практически всю ночь выключаю я эту лампочку только под утро когда уже светает и это помогало мне как в роддоме так и сейчас потому что я вижу малыша мне легко его кормить я понимаю что куда нужно прикладывать и в общем это такая очень удобная штука ну и аромат лаванды или аромат любой другой который вам нравится это конечно же тоже такая дополнительная позитивная история которая придает вот не знаю ну немного более приятное ощущение твоего нахождения в палате роддома котенок мой проснулся пришлось нам немножечко прервать нашу запись но ничего продолжаем так следующее у нас подушки и подушка для кормления во-первых подушки наши мы забыли пока мы собирались я когда была в родильные в родильном зале была крайне счастлива потому что там была какая-то магическая подушка с прекрасным постельным бельем вот я подумала и ну и ладно не взяла и не взяла но когда мы оказались после родовой палате то я поняла что не тут то было там были какие-то ужасные синтепоновые подушки на которых спать просто невозможно и здесь мне на помощь пришла моя подушка для вскармливания грудного это клэва мама которая также рассказывала о своих покупках для малыша и в видео про сумки в роддом собственно подушка это мне не пригодилась по ее прямому назначению то есть малыша я на ней не кормила потому что мой малыш он уже был слишком маленький для того чтобы кормиться на этой подушке и мы кормились в основном лежа но ее использовала собственно как свою подушку и была так счастлива это самая удобная подушка на свете не знаю может быть это дело в этой как раз таки клэва мама потому что у нее какой-то там умный умная подушка пропитка внутри которая с памятью возвращается и чего там только нет вот она сама по себе достаточно такая упругая вот и сплю на ней я по сей день то есть для меня это самая удобная подушка которую я могу не знаю там под голову класть под спину спину ею подпирать и в общем очень-очень удобно ночью спать дальше провода зарядки и айпад не знаю про провода ничего потому что ими занимался муж им и я даже не замечала как заряжаются телефоны айпады он всем этим занимался и в общем мне об этом голову ломать не нужно было айпад нам сильно пригодился ночью когда малыш был неспокойный я его включала и ставила ему белый шум что его тут же в секунду успокаивала он засыпал и в общем-то был был крайне спокойным малышом по ночам дальше одежда для малыша и белая одеялка которая я также брала с собой одежды у меня было слишком много то есть мы обходились исключительно там не знаю двумя-тремя бодиками вот плюс ко всему мой малыш он не срыгивал никакие лишние жидкости у него из носика или ротика не поступали поэтому нам также не пригодились наши слюнявчики и огромное количество до одежды она также также нам не пригодилась вот одеялка беленькая я использовала как подстилочку для малыша на нем он лежал и также со всем одеялком я перекладывала его в кроватку после грудного кормления дальше памперсы и пеленки до памперсы советую брать большом количестве я взяла по моему штук 10 или даже немного больше нам пригодились все в том числе и пеленочки так дальше полотенце для малыша ими я не воспользовалась несмотря на то что полотенце они есть в списке роддома я все-таки ими не пользовалась потому что но малыша ты в душе не моешь в первые дни его жизни я его омывала влажными салфетками и так как акушерки не возникали и не говорили что мамочка что же вы творите нельзя новорожденного малышоныша мыть влажными салфетками ну то в принципе мы ими и пользовались плюс ко всему не было никакой не аллергии никакого зуда и никакого в общем протеста со стороны рэма то в общем мы спокойненько обходились влажными салфетками сосками мы также не пользовались потому что не знаю первую по моему недельки полтора уж точно малыш соски брать отказывался и как бы мы не уговаривали его и не старались эту соску ему в рот засунуть ничего у нас не 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 получалось сейчас собственно с этим проблем нет единственный момент когда он его ее выплевывает это когда он решает что теперь мне уже соска надоело и нафиг она мне не нужна до малыш до крем для попы и гель для душа для малыша гелем для душа не пользовались по причине предыдущего пункта вот а кремом для попы в профилактических целях конечно же я пользовалась ровно также как кремом для груди я тоже тоже пользовалась сразу с первого дня чтобы у нас не было папа потом уже проблем с нашей кожей ну с кожей рема проблем не было единственное что мне пришлось заменить крем веледовский нам не подошел он сильно сушил кожу и им я перестала пользоваться и мне на помощь пришла мустелла мустеллу я просто обожаю и в принципе весь уход у меня от мустеллы так что эти крема я точно могу сказать что моему ребенку подошли и решили все проблемы с сухой кожей и попка у нас не красная до потнички у нас нет вот но что касается моих сосков это пурилановский крем а хоть он и хороший меня он в принципе не спас может быть он мне помогал смягчать в общем-то удар который пришелся на мои соски после того как мой малыш начал кормиться в общем по большому счету мне этот крем не помог и я даже не использовала один тюбик уже потом по возвращению домой так он у меня и лежит сейчас я не пользуюсь вообще и последний предмет который был у меня в сумке это ноус фрида ноус фрида нам также не понадобилось опять же по причине того что носик у него не тек мне в общем-то малыш был достаточно сухенький и ноус фридой пользуемся только сейчас дома уже после родов ну все на сегодня заканчиваю свой видеоролик это весь мой список который был у меня в сумках в роддом напишите в комментариях о ваших вещах которые выпаковали может быть напишите о самых неординарных вещах которые для вас были абсолютно необходимостью но для окружающих может быть казались абсурдными для того чтобы тащить с собой в роддом малышу моему неспокойному по моему пора уже есть поэтому мы отправимся в общем-то заниматься этим важным делом ну а с вами я прощаюсь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии и увидимся с вами в моем следующем видеоролике все на сегодня это все пока